Всем привет, мы находимся в Стамбуле. Наша коллега Раиля Ахмадеева сейчас в Турции. Это одна из немногих стран, которая по-прежнему остается доступной для наших туристов. Несмотря на все сообщения в социальных сетях о том, что к жителям нашей страны за рубежом относятся плохо, Раиля, напротив, заявила о турецком гостеприимстве. В новостях очень много говорят про спецоперацию на Украине, однако это никак не отражается на отдыхающих здесь людях, и в том числе на нас мы здесь чувствуем себя прекрасно. За последние несколько дней туризм для россиян немного изменился. Страны Евросоюза закрыли для нас свое небо, но в сторону азиатских стран, в Таиланд, Вьетнам, на Мальдивы и Сейшелы самолеты с российскими туристами все еще летают. Кроме этого, открыта Турция, Египет и Арабские Эмираты. Не операторы меняют цены, это связано с тем, что доллары и евро ежедневно повышаются в цене. Как известно, все поставщики выставляют цены в валюте. Но и это, скорее всего, не конечное повышение цен. Дело в том, что авиаоператоры теперь пересматривают свои цены каждый день. Маршрут полетов по различным направлениям пришлось поменять. По понятным для всех причинам. В связи с этим некоторые рейсы выполняют дольше обычного, а это дополнительные траты, которые будут компенсировать за счет кошелька туристов. Но в среднем цены повысились где-то процентов на 15-20. Те же туристы, что сейчас за рубежом, смогут вернуться домой. Если они уехали по путевке, то туроператор вернет их в назначенное время. А вот те, кто поехал самостоятельно, оказались в незавидном положении. Им придется выбираться самим через транзитные страны. Продолжение следует...